Итак, ребята, понедельник, 3 часа ночи, находимся на Кремлевской площади у колокольни, парк, фонари. Где-то рядом здесь находится вход в бомбоубежище. Сейчас мы попробуем туда проникнуть. Итак, ребята, находимся мы внутри. Сейчас изнутри закроем замок, чтобы нас никто не потревожил. И вот он, спуск в бомбоубежище. Сейчас мы будем спускаться по этим узким пролетам. Поднимается, обратите внимание, вентиляция. Ну, пойдем смотреть, что там есть. Такое чувство, что давно здесь не вступала нога человека. Спускаемся еще на один пролет. Значит, давайте сразу исследуем пространство под лестницей. Вот здесь есть какой-то вход. Давайте его изучим. Он сообщается с тем выходом и идет углубление дальше. Сейчас проверим. Да-да-да, вот это вот вход на лестницу. Снова увидим подъем. Эта вентиляция, которую мы уже видели ранее, да? Ну, пойдем смотреть, что нас там ждет. Лица не показываю никого. Да не, не ходи, ты на дворосы идешь, что ли. Я же привык, тем в ноги. Тянется какой-то кабель и вон там вот мы видим гермодверь. Но все в воде, бляха. Старые ржавые гермодвери. Уже не рабочие давно. Вот там вот видим систему когда-то действующей вентиляции. Сейчас она тоже уже канула в лету, как говорится. Гермоворота, шлюз и дальше еще одни гермоворота. И дальше, Андрюха, вода. Все приплыли. Дальше, Андрюха, вода. Блядь. И дальше еще спуску, дальше вниз. Блядь, че у нас три китай затоплены. Так, дубль два. Закрываем вверх. Вот, видишь, Духнел, вот здесь просто цеплял. И прокатывал, похоже. Только он сломан давно. В общем, мы его так как-то открыли. Сейчас вооружились сапогами. Поскольку есть какое-то подтопление там. Уже чувствую, что во все помещения мы не попадем. Поскольку нижние. Это же затоплено. Но. Уже пройдем намного дальше, чем в первые попытки. Андрей, очень внимательно следить за самочувствием. Потому что движение воздуха здесь никакого нет. Какие-то вредные газы могли. Еще раз смотрим гермодверь. Еще одна гермодверь. Вот здесь был изактивирующий шлюз какой-то небольшой. И уже пошла обычная дверь. Сейчас, ребята, эта часть подтоплена. Сюда мы точно не попадем. Хотя очень обидно. Ну давай, попробуем. Начнем обследовать все. Постепенно. Вот это было, наверное, водное распределение устройства. Здесь кабеля заходили. И питание. Все ушло отсюда. Вентиляция. Не знаю, что это за шкаф. Но все такое имеет очень печальный вид. Пойдем дальше. Здесь какой-то сейф. Шепе. Какая-то аббревиатура. И кассеты. Сейф открыть. Но в нем, конечно же, ничего нет. В свое время здесь какие-то, наверное, партийные, секретные документы хранились. Лампочка. Это, наверное, система пожаротушения, скорее всего. Вот. Рукав сюда накидывался. И можно было тушить. Свежачок. Свежачок. Ребята, очень жалко, но здесь реально. Там еще один ярус. Может быть и больше. Может быть и больше, но... Сюда мы сейчас попасть не можем. Поскольку колоссальное затопление. Так, здесь мы... Какие-то шкафы. Это похоже на связь больше, да? Станция. Удув. РТС. Линия. Проходная с пятой по... Да, наверное. Второй комплект. Прямых абонентов. Ребята, здесь была телефонная станция. Сидел оператор. Вот, кстати, можно наблюдать телефон. Интересный образец. Вот так она выглядела. Ну, на данный момент... Всю медь отсюда забрали. Варвары. Смотрите, что творится. Еще раз. А, вот эта система вентиляции как раз над нами, да? Очень мощные воздуховоды. Еще раз я жалею, что мы туда не попали, но... Надо дать себе вещание, что все-таки там мы окажемся когда-нибудь. Так, давай, Андрюха, здесь мы обследуемся. Здесь что-то типа раздевалки, скорее всего, было, да? То есть люди заходили через шлюза, здесь скидывали какую-то одежду, получается. Хотя, процесс передела... Сан-дропускник, так называемый. Вот здесь... Унитаз. Скорее всего, может быть, туш какой-то был. Раковина. Очень много труп над головой. А еще тут всех капает. Это я уже, Андрей, заметил. Да, да. Так, ну, пойдем дальше. А вот, кстати, и колодец. Ну и все. Походу. Колодец, который к электрикам? Да. Полюбку дайдешь. Вот. Вот это здесь водно-распределительное устройство, рубильники. Это я даже не знаю, что такое. Система вентиляции, понятно. Какие-то заглушки. Какие-то заглушки. Обратите внимание, еще две гермодвери. Две гермодвери. С отверстием стыки. Небольшой шлюз. Андрюк, здесь еще ниже можно спускаться, смотри. Да, и вот поднимается. Можно подняться, в принципе. Это уже там выход наружу. Сколько здесь метров? Не знаю, метров может. 5-7. И там уже вот эта постройка, лось фонаря упирается в постройку, которая находится на поверхности земли. Лестница идет дальше, но тут все подтоплено. Очень много грязи. Пойдем. Пойдем. Второй раз уже не везет, что тогда мы не могли попасть, что сейчас. Думаешь, сколько уровней там? Не знаю. Как минимум еще один. Так, ребята, все мы здесь вроде пообследовали. Все посмотрели, изучили. Значит, на данный момент два пролета спуска от поверхности земли. Далее идет шлюз, дискамера, водно-вспорядительные устройства. Соответственно, еще один шлюз, санузел, венткамера, соответственно, какие-то секретные комнаты, да, радиостанция и комната для просушки одежды, я так понимаю. Основные прелести скрываются дальше, на нижних ярусах. Они на данный момент затоплены. Повторю, сейчас 1 мая, 17-й год, около 4 часов утра. Я думаю, что когда уровень реки Вологда снизится метров на 5-7, отсюда вода должна будет уйти, и мы сюда вернемся обязательно. Наверняка будут какие-то опять проблемы с входной дверью, но я думаю, они решатся. И мы попадем в это затопленное помещение. Говорят, что здесь еще есть как минимум один уровень, может быть два. Но если предположить, что вот сейчас мы находимся в технических помещениях, и комнат для людей просто здесь нет, то есть здесь просто рабочие помещения, рабочие зоны, венткамера, радиостанция, водно-вспорядительное устройство, шлюз, дискамера и санузел. Соответственно, можно предположить, что просто комнаты для людей, то есть ярусы для пребывания людей находятся просто ниже на втором, а может быть даже и на третьем уровне. Так что вот так, на самом деле это уже второе бомбоубежище, которое затопленное, в которое мы полностью не можем исследовать. Но я думаю, что где-то к середине июля, может быть к концу июня мы еще раз попробуем сюда попасть. Я думаю, нам повезет больше. Сейчас мы двигаемся на выход. На самом деле это место находится в самом центре города, практически у реки, где-то начали мы около часа ночи пытаться взломать замки. Потратили, наверное, чуть больше часа на все мероприятия, потом сюда спустились. Вот и на данный момент уже 4 утра, я думаю, что надо бы округляться, ехать спать. А сюда мы обязательно вернемся, обязательно вернемся в лучшие времена. Поехали. Тут выходит одна из-за. не так, вентиляции. Открываем, выходим. Так, ребят, сейчас вы увидите, где мы находились. Уже светло. Ребят, вот колокольня. Самый центр города. Весь жилой дом. Карусели. Соответственно, вот эта вот белая постройка, это вот, который, туннель вертикальный туда выходил, который я говорил, до крыши, где-то 5-7 метров, да? Это вот она, самая постройка. Соответственно, часовенька. Ну и вот этот вот вход уже замыленный глазу людей, Вологжан, которые проходили мимо него уже сотни раз. Вот, на самом деле, является входом в самое, как вам на мемклатуре написано, крупное бомбоубежище города Вологды. Но, повторюсь, опять же, нижний ярус изотопленный. Все прелести мы его разглядеть не смогли, но и на данный момент хотя бы то, что мы увидели, уже вызывает дикие эмоции, оставило неизгодимое впечатление о той мощи, которая создавалась во времена Советского Союза, во времена Холодной войны, да? И вот такие подарки, для нас остаются, которые мы еще можем с помощью незначительного нарушения закона, да? Поскольку, повторюсь, около часа мы вскрывали вот эту дверь. Ну, на данный момент она закрыта, да? В общем, все. Все замечательно, отлично провели ночь. Еще раз повторюсь, центр города, вход в бомбоубежище. Утро. Всем хорошего настроения, увидимся.